Добрый вечер! Всех приветствую! Закончилась еще одна торговая неделя. Есть что разобрать, есть что посмотреть. На следующей неделе у нас трассная пятница. Сейчас мы рассмотрим и сделки публичных трейдеров, небольшие итоги и, в принципе, как обычно, рынки основные фичерсные контракты. Так, значит, вот да, вы, наверное, уже прочитали маленькое объявление. Произошел случай, что человек подумал, что покупает сертифицированные курсы, но просто продали вот такие вот записи. Причем, человек даже не подозревал. Он думал, что это и есть такие курсы от нашей компании. Пока к нам не написал. Вот, поэтому аккуратнее смотрите, особенно, если вы только начинаете изучать финансовый рынок, не попадитесь на уловки мошенников. Так, ну, приступим. Значит, я вижу у нас новый человек, Тегир. Тегир, здравствуйте. Пожалуйста, welcome to community. Располагайтесь, тут одни трейдеры. Вот, причем сегодня как-то маловато посетил чат. Ну, здесь в основном используется объемный и профильный анализ рынка, дельта. И на базе платформы WorldFix.net рассматриваются основные фьючерсные инструменты. Значит, по традиции у нас сейчас новости, которые ожидаются на следующей неделе. Значит, ну, в пятницу, страстная пятница, очень много это меняет. Если не ошибаюсь, в Америке рынки закрыты, банки открыты. Да, рассылки сегодня не было. Меня предупредили, там что-то сбой какой-то был в сервисе, который делает рассылку. Поэтому не было рассылки на email. Так, на следующей неделе по штатам Employment Salvation в пятницу как раз, когда страстная пятница и многие будут отдыхать, вполне могут 3 апреля нас удивить. Так что осторожней. 2 апреля в четверг Джон Бесклеймс. Там уже никак не удивить, но там почему-то как раз на 8.30 поставили Елен из фонки с ее речью. Это в четверг. Поэтому четверг-пятница как-то уж подозрительно и очень-очень-очень коварно, я думаю, будет происходить торги, потому что многие уже будут в четверг-пятницу более в расслабленном состоянии. Или отдыхать, или вообще не торговать. И там как раз Елен и в пятницу еще и имплоймент. Ну, в принципе, по штатам больше ничего серьезного, такого сверхъестественного по другим странам. Да, да, кстати, да. Старички по привычке, да. Так. Вторник. БВП годовой по Британии. И за месяц по Канаде. И индекс потребительских цен евросектора. В среду индекс производственной конъюнктуры Японии, активности Китая и Германии, Британии и Штаты. Ну, в общем, 1 апреля нас всех будут разыгрывать своими шутками страны со своим индексом производственной активности. Так. Ну, в принципе, все. Больше такого серьезного ничего не будет. А, в понедельник будет отчет по индикатору KUF, швейцарскому опережающий индикатор. А аналитики ожидают, что он будет еще хуже. Не так, конечно, большая разница, как в прошлом отчете. Там на 6 единиц вроде. Он был меньше по отчетам. А здесь ждут на единицу. То есть, ну, более-менее, как бы, ждать стабилизацию, хотя бы там на месяц. Но будьте осторожны. В общем, понедельник. Не пропустите KUF. Время, правда, не помню. Посмотрите в экономическом календаре. Так. И еще из интересного на следующей неделе – это отчетности. Значит, в понедельник отчитывается полиметалл, который котируется на британской бирже. Моэск, Татнефть и Хюндай японский. В понедельник. Японский и март. Очень ожидается плохой отчет. Поэтому с утра, может быть, из-за японских, восточных, таких, волатильных колебаний. И нас затронут. Так. Норильский никель во вторник отчитывается. 31 марта. Так. И в четверг система отчитывается. В пятницу – Dixie Group. В общем, такой отчет пошел. На этой неделе отчитывались китайские финансовые компании очень много. И на следующей будут отчитываться наши. Поэтому, у кого есть акции, либо же портфель – осторожнее. Корректируйте свою торговлю относительно выхода данных. Так. Ну и наши таланты. А они есть. Бесспорно. Начнем с S&P. Итак, у нас получается 16-го числа уже две недельки, как торгуются юнинский контракт. И, собственно, результат давайте посмотрим. Так. Вода. Ну, уже заслуженный трейдер. Я так понимаю, там стоп был либо не убран. В общем, продажа была такая корявая. А так, в принципе, отлично. Мне понравилось, как перевернулся прям вот тютелька в тютельку. Есть стопики. Есть без убыток. Тактично. Хорошо. Так держать. Ганди. Ганди. И зашел, вышел. Все аккуратно. Чисто. Отличная продажа была. IG 2015. Отличная покупка. Вот просто вот алмазик. Квазар. Тоже были покупки. Смотрите, как закрыли его. Ну, часть успел зафиксировать. Вот это вот круто было, конечно. Ну, если бы все там зафиксировал, либо хотя бы половили. Не так обидно было бы, но продажи есть. Таят с топой. Все отлично, аккуратно, ровно. Карлос заслуженно. Причем большой респект. Это студент еще, но уже делает большие успехи. Посмотрите, есть сделки хорошие. И не только на S&P, но, в общем, старается. Есть будущее. Вата. И по Дитрейд тоже частенько. В рейтинге фигурирует, но в последнее время что-то вот обленился совсем. Так, это был S&P. Теперь RTS. Сохраняет лидерство Двин. В прошлом контракте он тоже, в принципе, неплохо себя показал. Взял покупку. Потом коллекцию. Снова покупку. Правда, скорее, с вот этим вот движением уже были сложности. Немножко как бы заигрался. Наверное, надо было передохнуть. Вот. Финн тоже молодец. Сергей. Это студент текущего профкурса, который даже еще не закончился. Смотрите, что творит. Смотрите, что творит. Просто талантливее. Вот этот вызов трейдер. Видите, до сих пор не вышел. Молодец. Стоп стоит все так положено. Вот. Ну, есть все выглядит. Хорошо. Так. Маркуша. Тоже в последнее время что-то не активно. Но вот здесь вот в начале контракта дал бой. Хороший такой. Порвал просто в плочи. Сложная, конечно, система входа и выхода. Так, визуально я не разбирался детально, но... Так, Макс. Тут вот такие покупки были. Хорошенькие. Вход мне понравился вот здесь. Фактично очень. Клазар. Автомат. Покупка не прошла хорошо. Так, теперь рубль. Что-то у нас на рубле. Или на еврике. Давайте ручим. Вот, Энгри. Энгри с нами. Добрый вечер, Энгри. Присоединяйтесь. Жаль, что некоторые не подписывают свои некие имена и просто логин фигурирует. Но все равно вот здесь были сильные просадки. Неаккуратно вышли. Либо там стоял профит. Ну, в общем, и так. Еще трейдер без юни. тоже студент пират ну и снова Карлос да, кстати, Юра Юра бы почаще сделки делал было бы интересно наблюдать тоже бывает отлично открывает позиции так и снова Карлос ну, в общем, сейчас же на манеже так, давайте чуть-чуть за неделю поставим и посмотрим рубль потому что две недели сделать подгрузить всех трейдеров это не выдерживает компьютер опять двин так все пытается взять бай и сколько? раз, два, три, четыре с четвертого раза зашел посмотрим, чем это все закончится трейдер без имени председатель, тоже студент вот атакует он рубчик рисково вошел очень рисково ирановато ну, пока вот сопровождение более-менее так, маркуша, опять же валютный наш мишка вот так вот в общем, на покупки все заходили и каким-то чудом еще даже в плюсе законом позиции кадавр маленькие сделки были сервис, ну, в общем не особо так, ну, давайте посмотрим посмотрим там Снова студенты пошли тренироваться. Кать Карлос. Life is so short. Что-то в последнее время затих, притих. Так, Сабина. Похоже, позиционно зашла и держит. Средняя здесь, да? Ну, надо смотреть до конца сессии, чтобы не ушли наверх еще. Ну, ладно, к тому же Сабина разберется. Так, ну, в принципе, вот и все. Так, 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 так. Золото сейчас заплатим за недельку. Так, и вот у нас по золоту есть свои люди. М8 все так же закрыл неделю в плюсе. Молодец, правда, вот что-то тут он. Нет слов. Что это было такое? В общем, как видите, есть хорошая тактичная техническая техника. Есть эмоция. Вот это вот, скорее всего, эмоции были. Причем 26 числа. Так, лист. Тоже тактично, аккуратненько. Ну, вот на минимуме рискового было. Так, и Юра. Что тут Юра у нас? Ну, это, конечно, да, распак. Вот таких бы сделал побольше. И без убыток был поставить, было бы вообще песня. Ну, посмотрим. Еще не вечером. Да, лайненько. Приступим к обзору. И начнем по традиции с S&P. Так, я пока Юрс отключу. Да, кстати, забыл сказать, те, кто записались на Дельта-курс, после Уолл-Стрит-Онлайн будет небольшая лекция вступительная. Вот, там технические вопросы обсудим и детали. Так, пока склейка двух контрактов, потому что де-факто новый контракт просто сформировал уровень, ушел, попрощался с уровнем сопротивления, мы уже это отмечали на прошлых обзорах, и достиг точки открытия Юринского контракта. То есть, вот здесь решающий момент. Если будут подкидывать крупненько объемчики на следующей неделе, может быть поддержат. Но, так как падали вот эти вот 4 сессии, очень-очень... Так... А, нету чата, сейчас секундочку, отключу чат. Поэтому объемы пока не появились. Вот, видите, как здесь поддерживали, больше 2 клямов бород был. Здесь 2 300, и тут как-то уж очень спокойненько и без крупной ликвидности. Ну, на это стоит обратить внимание. Тут заметим, вот, 20 50 фактически, и 20 40 уровень поддержки. Амдикатор VWP на таких интервалах бесполезен. То есть, это интродэй, вот такая вот будет, есть. 20 80, 20 75, средняя, среднеизвешенная. Ну, а этот индикатор... Ну, в среду был вебинар, как раз, повидал VWP, есть на YouTube-канале, посмотрите. Вот, там про это не рассказывается. Плюс еще range bar chart и его возможности. Полезный вебинар, в принципе, тех, кто ищет новые подходы. Так, ну, в общем, сценарии на... Подойдут попрощаться на максимум, в принципе, практически выполнен. Осталось только уйти ниже вот этого уровня поддержки. В прошлом контракте здесь как раз тоже была баталия на пробитие локального максимума 20 50-20 40, и здесь, ну, возобновились такие вот бои. Очень импульсно снижались, но как-то уж не объемно. То есть, в этом движении не присутствовало большое количество крупных игроков... Ну, осторожнее, в общем, с этим движением, что здесь не то. То есть, когда падают, очень ликвидно отображается это все. Там 2-3 сессии идут на очень больших оборотах. Это воленадежный критерий. Здесь, как видите, ну, буквально 1 800 000 и 1 800 000. Так. Еще что стоит отметить, это... 20 80, как такой ориентир по 20 70. То есть, диапазон, который селлеры должны, в принципе, удержать, вот, чтобы подтвердить свою активность и агрессию. Если посмотреть чисто текущий контракт... Сейчас подгрузятся данные только по июньскому. Вот такая у нас картина. Объемы начали заходить уже по 20 55-20 70. Мы ниже этого уровня. А этот массив достаточно важный. То есть, он как экватор, как определитель активности селлеров вайров. То есть, контракт ушел практически под этот уровень, что не очень хорошо для вайров. Поэтому, возможно, мы уже видим затишье по восходящему тренду. И, в принципе, если и опережающий индикатор Киев ожидается тоже таким примерно, может, будет флэт апрель. И будет туда-сюда таскать котировку, как раз мучать позиционных трейдеров крупных. Вполне похожий сценарий с 2008-м, когда перед кризисом там тоже очень плотно висел контракт и июньский, и сентябрьский. И потом все рухнуло очень жестко. Посмотрите на истории, там, в принципе, это все видно. Поэтому, в любом случае, перед падением будут туда-обратно таскать котировку, волатильность, раскачивать. В общем, будут ужасные времена. Так, ну, будем смотреть, как относительно четверга будет торговаться понедельник. Пятница, в принципе, никуда не спешит. Нет ни агрессивных байеров, ни агрессивных селлеров. Рынок в балансе. На следующей неделе страстная пятница. И аж по конец недели елен с имплойментом. Поэтому вполне может быть и флэт до среды. И в четверг, в пятницу волатильность раскачают, посрывают всем стопы. Потом уже будет сильное движение. Ну, в общем, уровни есть. Давайте еще захватим стартовый диапазон 20-58-20-70. Первое такое ядро в начале контракта этой сессии. С него ушли. Не сильно, конечно, много, но такой небольшой тренд на несколько дней был. Вот развернулись, ушли ниже, поэтому стоит присмотреться к этому движению. Так, дельта. Вот как раз 25-го числа. 70 тонн была дельта на стороне селлера. Усеян диапазон агрессивными шортами 20-13-3 и 20-83 несколько раз. Вот еще там 19-го числа. Снова здесь дозагрузили. То есть загрузка вполне похожа на модель. И еще загрузка. То есть, фактически 20-80, если не смогут 20-80-20-95 пробить в ближайшее время, то мы, наверное, увидим хороший уровень сопротивления. И там можно будет, в принципе, пробовать поработать. Ну, уже как бы прощание с максимумом мы увидели. Осталось только дождаться четверга и либо получить подтверждение, что пойдут шорты и тогда уже маневрироваться шортами, либо же защищать продажи и фиксировать сделки, если будут разворачивать. Ну, коварность S&P это дело тонкое. Ну, объемов пока крупных нет, поэтому без крупного объема никуда не уйдут. Это 100%. Так, нулевая дельта в пятницу. Вчера тоже там около 13-ти и остальные советы тоже были на стороне селлера. Дальше идем. Открытый интерес. Вот что я хотел показать. Ай, там этого инструмента. Ри не ласковый, но Ри еще молодой. В этом плане и там не так много мастодонтов финансовых. Есть, конечно, свои китяры, но на S&P там просто пруде никаких акул. Так, уровень открытого интереса, ну, стандартный без излишеств, если относительно прошлого контракта смотреть. Вот у нас был пик перед фиксацией и идут ровно, без вспышек, пока более-менее стабильно. Единственное, сегодня вот чуть-чуть вырос открытый интерес на сегодня вчерашней сессии, но без фанатизма. Ну, здесь дело такое. Либо не торговать РТС вообще и переходить на другие рынки, либо искать более-таки непопулярные инструменты, которые чуть менее ликвидны, но зато там мало алгоритмов различных. Да, вот там франк, например, либо же там какао. Так, значит, вот у нас среднеизвешенная цена достаточно резко снизилась после среды. И фактически двухъядерная неделя. Это понедельник плюс торник и четверг плюс пятница. Вот у нас два ядра сформировалось. Давайте сейчас пока отключим EWP и выделим, собственно, эти диапазоны. Значит, 293 по 21.04, а 293 с половиной. Загрузились и, обратите внимание, какое было объемное закрытие, даже не попытались уйти выше. Открылись на Америке и рухнули. Это было шикарно просто. То есть даже никого не было и мысли покупать в среду ни капельки даже. Там Европа даже уже шортилась перед открытым Америкой. То же самое. Закрываются объемно и никто даже не пытается пробить этот уровень. Значит, пока стояла четверг, котировка и пятница. Вот на береге здесь вот такой вот уровень 20.02. Все на него ориентируйтесь. Будут поддерживать. Чисто спекулятивно поищите какие-то сделки. Но думается мне, что неделя будет не из легких на следующий понедельник. Потому что если будут падать, то им обязательно нужно шорты снять. А это движение, наверное, как минимум до загрузки 20.61, 20.69, 20.05. Может быть даже 72 потестировать. И потом опять же такой маневр и падение без возможности даже зайти. У них сейчас в последнее время такая тенденция, либо же мода. Боковик просто беспощадный, а потом просто вбух и все. Это у них, наверное, уже два года такие тренды идут. Так, это вот S&P такой. Ну, самая активная сессия пришлась на среду. И большинство таких крупных сделок тут. Поэтому агрессивность селера стоит отметить. И 61.69 мониторьте на предмет сопротивления. Если понедельник S&P даже вот это чудо не сможет пробить, то тогда точно с покупками уже проблема. И осторожнее, если у вас открыты покупки с четвергатом, либо пятницей. Так, а это был S&P, теперь пробежимся по европейским индексам DAX и FSX чисто поверхностно, без детализации. Так, ну вот, в общем, такая модель, как сейчас сформировалась четверг-пятница, по большей степени заканчивается продолжением. То есть, если не ошибаюсь, такие называют сессии острова. То есть, сильное падение, и потом на следующий день открывается на максимум, и сессия еще идет наверх. То есть, такой-то маневр, судя по всему, 3.600, значительный уровень. Ну, вы можете себе представить, что это происходило на бирже, чтобы вот так вот сходить, потом закрыться сверху, и на следующий день еще уйти. Снятие стопов, скорее всего. Поэтому, печатная машинка на еврике печатает. Зиму перезимовали. Поэтому, что ему падать там? Вот, и... Под какую-то тему, наверное, чтобы начали шортить. Начну вспоминать Грецию, скорее всего, либо какие-то там еще моменты. Вот. И соберут шортистов. Поэтому аккуратнее с этим уровнем. Смотрите, вы уже один раз маневрировали здесь. И вот уже третий фактически раз идет маневр. Поэтому, если вы в понедельник увидите такое уверенное и светлое движение на 36.80, можете фиксировать это как действительно с сырых стопов. Причем там достаточно объемно зашли. 26 числа. Миллион 344. Так, локация. Это склейка контрактов, поэтому... Сейчас пока мы склейку отметим. Так. 3,653,3,6,75. И, ну, захватим даже вот этот вот. 89-го. Так, 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 так. Ну, в общем, обязательно следить вот как раз за вот этим диапазоном. 3,6 до 0,35,55. Будут поддерживать. Отлично. Так как у нас Пасха, страстная пятница скоро. Вот, под этот момент начинают люди там что-то покупать, тратить кэш. Вот, то есть экономика может немножко зажить. И взбодриться таким вливанием потребительских евриков. Поэтому вполне может быть продолжение динамики на рост. Аккуратнее смотрите с продажами. Вот, DAX без склейки выглядит таким образом. Там тоже маневр такой коварный произошел вот в четверг. На S&P могут такое же вымочить как раз только в понеделье. Потому что пятница висит. То есть если бы здесь висела сессия DAX, то мы как раз бы увидели идентичную ситуацию была бы по S&P. Так. Поддержали вот такой вот промежуточный уровень загрузки. Вся объемность на этом контракте вот как раз вчера про шла такая показательная. И опять все под линейку. Что очень удивительно. DAX, прошлый контракт. У них либо компьютеры сломались, они просто идут под линейку. Одна группа людей, либо какая-то компания удерживает вообще этот тренд. Неизвестно. Но абсолютно нет никаких разных моделей. Все очень ровненько под линейку. Ну, вот как у немцев, знаете. Как у них в жизни. Все аккуратно, ровно и надежно. Точно так же и DAX. Поэтому, кто уже разочаровался в индексе RTS и S&P, можете вот пробовать. Макс уже сразу приметил. Так. Ядро вот этой всей волатильности 1191200. Значит, срывали стопы RTS и S&P до 12200. Там аккуратнее. Тут просто гигантское количество прострелов. стрелку и поддержка у нас вот сформировалась такая волатильная 11700 11800 тактически точно так же как на fsx работаем мониторим 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 так ну чтобы дальше толкать вот эту вот махину надо объем в принципе более менее идет ну стандартные не слабые но надо еще возможно после уже с разной пятницы кинут может быть понедельник так и ртс так ну ртс пока на руку движение котировки по нефтянке и на склейке мы видим что потихонечку вот так слабенько уже вроде как появляются какие-то игроки по сравнению с прошлым контрактом там полям был оборот за день у нас максимально в центре семиси семьсот семьсот шесть тысяч тоже такой рост под линейку и жесткий как корректный такой четверг вплоть не дотянулись даже до таких крупных объемов но возможно еще раз попытается сходить это запросто вот поэтому уровень опять же обратите внимание абсолютно на пробитие максимума здесь жесткая была битва между байерами и селлерами как раз вот не пускать ниже судя по всему здесь заходили какие-то влиятельные игроки ниже того уровня не усилен так и восемьдесят пятьсот по девятьсот девятьсот значит площадка прошлого контракта протестировали видите толкали очень тяжело и практически без вспышек крупных игроков поэтому должны быть какие-то весомые триггеры возможно рынок еще их не получил так дальше идем нефть триггер так вот он у нас юнский контракт разноплановая дельта причем то байеры то селлеры то байеры то селлеры то селлеры рынок еще не определился с динамикой то нефть показывает сейчас развернется то сейчас купятся поэтому крупные игроки похоже еще не определились но заметим двадцать тысяч контрактов четверг все таки отпечаталась вот и пятницу пока пять но все равно торгуются на минимуме четверга байеры не могут еще вернуть культеровочку больше пробитие восемь четвертая я думаю он откроет такой небольшой импульс по шортам потому что тут начнут с топори срабатывать байеров которые заходили на минимум пятницы и в принципе в принципе так надо сейчас включить март в принципе все ну вот двадцать восемь тонн ответный такой был байер это два восемьдесят два восемьсот восемьдесят шестьсот вот это уже такой крайний уровень поддержки теперь по открытому интересу так ну как видите в этой локации немного шансов потому что там не было сильных активностей со стороны участников то набирают сделки то скидывает то есть опять же то что и дельта показывает неопределенность 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 позитивная соответственно соответствует так вот поэтому никто не заходит по с так так неопределенность Шансов пока маловато, учитывая здесь Сбербанк и Газпром. Ну, если нефть начнет падать, то потянет это все за собой. Вот. Ну, как всегда, нужно надеяться на лучшее и ждать худшего. Так, два массива в понедельник и пятницу у нас встретились на 84.385. В понедельник, кусок вторника и вся пятница. Важно, очень важно, чтобы не пустили ниже 84. По VWP для ориентира средневзвешенная в районе 86. То есть, выйдем за 86, это уже, в принципе, более-менее такой уровень, где есть шансы у байера. Но, опять же, нужны фундаментальные причины для этого. Отлично загрузились мы на втором отклонении. Очень объемно, прям за. И здесь не пустили. Ну, все, будем ждать понедельника, закрылись слабо. Байера практически не видно. Ну, и по открытому интересу никто, собственно, не заходил. Так, а рубль... Так, вот у нас рубль. Тоже склейка. Сейчас пока покажу, где торгуется у нас текущий контракт июньский. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь массивов на расширение на стороне селлера и буквально вот один на слабенькую-слабенькую коррекцию. Похоже, что шестидесятый уровень достаточно такой сейчас контрольный. Если есть селлер агрессивный, то такая трехблочная система все-таки сохранится и дальше начнет гасить на продажу. Будет выше. Временно будем корректироваться, скорее всего. Вот эти две сессии выделяем. И вот примерно здесь у нас еще один массив нового контракта. Тоже на сопротивление. И единственный уровень поддержки 58-150, 58-900. Склейка двух контрактов и важные уровни. Шестидесятый уровень поддержки. Сверх объемов не видно. То есть были и по 4 миллиона оборотов. Здесь максимально 3,5. И вот этот диапазон как раз и стоит мониторить на следующей неделе, как относительно него будут вести себя валютные трейдеры. Сейчас мы сейчас под захватим. Ну, вот пошла активность буквально в среду четверг. Проснулись. Здесь наоборот активировались на самом минимуме. Ну, там до 5 миллионов у нас получается где-то 5-700 было на макушке, когда тормозили 71-й. И вот три подряд сессии пошла активность. Поэтому давайте выделим как раз вот 59 на всякий случай. Даже, сори, не 59, а 57,8. Если вот этот массив начнет как-то уверенно расширять диапазон до 60-й, да даже до 59-й на сильном объеме и на хорошем таком движении, то у нас потом проверка это сопротивление и просто плита на 61-й по 63-й. Промежуточные загрузки, поэтому у них слабость. В этом плане по приоритетности там 2 сессии на 60-й, на 59 с половиной, полусессии про расстояние. Но если аспорт даже не упадет выше 57-80, то есть вот этот модель так и завершится, пойдет ниже, точно покупать не стоит, пока еще 1-2. Но активность пошла. Поэтому сейчас модель еще проверен. Пару рублю адресор за сессию идентичный четвергую. Такие маневры вот уже были у нас. 51 и сразу столько же на продажу. 44 и сразу столько же на продажу. Вот эти красавцы пока еще у них не пробили. И вот здесь вот у нас формируется дельта на стороне селлера. В общем, мониторим 60 и 59 500 на предмет защиты со стороны селлера. На всякий случай. Так, на споте тоже захватим дельту. Сейчас посмотрим. Как видите, 550 вчера. Вот у нас эти 108, 76, 159, 59, 61. Ну, вся активность была как раз в районе 57, 57, 40. Вот классика. Пока не ушли ниже. Это стоит учитывать. И сегодня 217. Четыре сессии подряд вот на стороне байера. По ликвидности тоже активненько. Ну, в общем, точка неплохая. В принципе, после такого затяжного снижения массив 57, 58 вполне может сыграть хотя бы коррекционные точки. Так. По ликвидности тоже активненько. Открытый интерес был миллион восемьсот и чуть больше было на сорок тонн в начале контракта. Пиковое значение – миллион восемьсот двадцать и тут миллион восемьсот. Не слабенький уровень активности сейчас. Квити по открытому интересу большая часть пришлась как раз на этот диапазон. То есть четверга – это пятьдесят восемь, триста, пятьдесят девять с копейками. Вот. Ну вот это настораживает, конечно. И фиксация пошла. Сегодня практически основную часть чуть-чуть прикрывали позиции. Ну и боковик, в принципе, и делал свое дело. Начну приходить выше. Фактически, если удержит диапазон где открывали позиции, есть шансы на коррекцию. Но сразу же уровень сопротивления – мониторить, мониторить, мониторить. – потому что на любом уровне могут сразу же сорваться инцидеры. Так. Ну и индекс доллара, нефть – само собой. Так. 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 Сокуративненько, объемненько мы сейчас выберем. Так. Так. Сокуративненько, объемненько. Так. 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 Тебюнденько, объемненько. шутил так вот у нас семьдесят восемьдесят восемьдесят ровные числа очень такие вот модели я сильно не мониторил но довольно часто такие массивы которые размещаются рядом практически плотно в диапазоне будет неплохой поддержкой стоит присмотреться диапазон уйти выше пятьдесят девятый пятьсот это тактическая задача обязательно нужно дождаться этого пробития как раз выйти в диапазон выше справедливой цены по но там уже только понедельник максимум максимум понедельника только цель пока туда так вот такие вот схемы быстренько фунт так без склейки удержали пока удержали первые первые объемы в начале контрактов диапазон 47 47 50 и более так консервативно себя ведут видите здесь такая модель ее называют флаг если не ошибаюсь в техническом на самом деле здесь сколько три четыре пять сессий торгуются в одном диапазоне чуть-чуть буквально пятница там сползла поэтому если начнет в неделю уходить выше 49 30 49 40 то могут уйти на 1 5 и там может быть дальше ну и последний уровень поддержки он уже проверочный это 47 на 5 47 80 ну и ядро приходится на 47 60 чуть захватил вот этот объемчик самый хитрый вот по девяточке по восьмерке разместили аж на 46 50 46 65 там же было самое крупное объем франк захватим так так А это вот франк у нас в новом контракте. И достаточно, как плотненько висит на 48-й, немного как фунт сползает, но без особых ярох проявлений. Раз, два, три, четыре, пятый массив уже. Аккуратненько, аккуратненько на этом уровне, потому что коварненько тут 5 массива расширяли. И вот эти вот 0,520, 0,510 вернулись снова на исходную. После такого движения еще дальше толкать либо хороший тридер, либо крупные альюмы. Поэтому вот то, что нужно дождаться обязательно. И мне больше интересует индекс доллара. Индекс баксом. Мы уже констатировали, подчеркнули то, что на нем прошла очень такая активность большая. На максимуме это 99,70, то есть 100,5, даже можно заплатить 99,15, так дополнительно. И их притихли. Причем торгуются коварно, скидывают всех. Движение наверх, вниз, вверх, вниз. То есть, ну, очень так импульсно швыряют котировку, чтобы пострадали все. То есть, ну, выкидывают все команды. Ну, просто так они его и не сдадут. Поэтому, вот здесь вот затаривались ребята по 2 сессии на бай. 206, 205 в прошлом контракте. Вот, пробитие вот этого диапазона уже Тасный, 2-й триггер, подтверждение. Как определить, какой объем. Ну, это не на WallSuite Online. Зайдите на канал... Сейчас я вам покажу ссылку. Вот, канал на YouTube компании WallFix. Там очень много продается открытых в свободном доступе вебинаров. Вы, ну, посмотрите их, и вам сразу станет все ясно. Так, и... Ну, плита, конечно, на 94-95, так и остается плитой. Пробитие этого диапазона уже... Там даже и речи не может быть не может о развороте. Но, без клейки выглядят, конечно, все... Вот так вот. Как-то уж коварно стоят, посмотрим. Скорее всего, в четверо-пятницу, вот, еле что-то выдаст нам интересного. Но раскачивают явно перед целым движением, потому что... Просто так эти раскачки не происходят. Так, стабильно-стабильные шлифы, а, это недельный, сейчас... Думаю, включу. Так, плитку... 11.70, 11.50. Такой вот процесс разворотика происходил. Вот, и пришли на значительный уровень 1200, 1200 с копейками. Тут уверенное удержание котировки, то есть, если не будут там жестко реагировать на этот уровень, они, селеры, просто забьют котировку до 11.60, то есть, чем дольше тут будут стоять, тем больше шансов, что пойдут на расширение выше. Бросят стопори, скорее всего, вот этих вот халявщиков, и пойдут выше. Но, но, если не смогут пробить этот диапазон 12, у нас 12, а уже реакция такая интересная прошла в четверо. И, обратим внимание, как плотненько тут разместились. Очень-очень так плотненько, как селедка. Объемы не супер, конечно, но есть. Давайте захватим этот 11.88 коларный диапазончик. Можете его прям как колерка поставить, на верхний и на нижний. Куда пойдет расширять цена, тут, в принципе, в этой битве победил. Ну и поддержка 11.50, 11.60, саппорт номер 1. Так, давайте дейди посмотрим, у меня забыл. Ну, тут вот пару раз подстрельнуло, но мы это уже отметили на прошлом. И здесь вот полторы, и сегодня танковый шкафон. Торгуется по среднему диапазону. Ну, активность была на бае, посмотрим, как будет. Бае удерживать 11.90, 11.99. Не пустят, тогда все-таки настрой есть. Чем дороже будет не стоить, тем, в принципе, дороже добывать золото. Поэтому стоимость это отпечатается. Окей, посмотрим, пробьют максимум или нет. Лайтсвит на этой неделе. Так, этой неделе надо заблительный период. Вот, пошли майские контракты на 8-й, и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая сессия на самом пике на 52-й, седьмая сессия подряд. В новом контракте, вот, каждую сессию толкали выше. И вот, пик пришелся на четверг-среду. Вот, как раз, на вот этот массив. На склейке важный уровень. О, хороший момент. Так, у нас получается, плита 49.50 с половиной, вот этот массив. Переснижение. И потом 52-53. Как раз, вот, удерживают по капитировкам в этом диапазоне. И чем дольше, тем лучше. Байер, семь сессий. Контролировал маркет. И вот, одна сессия корректируется. Это пока еще не триггер. Главное, чтобы не ушли, вот, ниже 48, максимум 47,5. Как раз, вот, начали напор давить вот эти две сессии. Ну, уход выше максимума четверга, это, конечно, победа. Пойдем на 53, 54. Тут, конечно, сопротивление жесткое было. И там могут просто тортуре не сдать. Бренд. Бренд вот здесь подошел, похоже, 5-й. Единственное, что там уже последняя защита. Более плотно, вот, диапазончик 60, 25, 61, 70, вот, очень так жестко содержимое. Вот. Идентично удерживали байеры достаточно долго контроль цены. И, буквально, вот, пятницу небольшая коррекция. Заметьте, небольшая. То есть, это не резкое падение. И сессия, видите, идет практически по сравнению с предыдущей. В два раза меньше. И по ликвидности. Тут крупного игрока нет. Корректируется, скорее всего, просто фиксация покупок. Поэтому по бренду здесь надо ориентироваться, наверное, на 55, 15, 56. Вот, то есть, могут сюда коррекцию дать понедельник. Но главное, чтобы не пробили это тоже. Потому что они тут очень старались. Перед тем, как толкунуться на вышли. Если понедельник-вторник просто проваливается под 55 и 54, 40, точно уже не до покупок будет. И подальше от торговли нужно находиться. Либо, если будет продажа, то держать дальше на шарты, там, до 52, 50, 48. Тут у нас еще одна плита, 48, 49,5. Так, на сегодня все. Всем хороших выходных. Те, кто планирует идти на курс по дельте, пройдите по ссылке этой же через 5-10 минут. Мы проведем вступительную лекцию. Детали, расписание, время, курсов. До свидания. До следующего обзора. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok